Хочу все-таки вернуться к теме, о которой мы говорили в последний раз, о постановке целей. Я в прошлый раз хотел сказать, что поменьше зауми, поменьше теорий, поменьше надуманных каких-то схем неживых, мертвых, больше жизни, больше практики, больше простоты, ясности и какой-то человеческой сути, чтобы все это было по-человечески. Вот я к этому говорил, о простоте и о том, что не надо умничать, ставить цели. Но в то же время я вынужден, обязан и должен сказать, что нужна какая-то системность, нужен какой-то правильный подход, правильное видение своей жизни целиком. Ну, не знаю, как вывод, если быть откровенным, то я делаю так. Мы все вдвоем с женой делаем, планируем свою жизнь, ставим цели. Она у меня, я ленивый, поэтому я не записываю, она у меня записывает все. Она желтого цвета, я красного в основном. И поэтому она вас обслуживает, она записывает, она ведет у меня бухгалтерию, она ведет у меня статистику, она ведет у меня все эти налоговые дела, документации, она ведет записи как секретарь. И все это так естественно, гармонично и подходит к каждому по духу, потому что так устроены мы оба. И мы, дополняя друг друга вместе, на пару, вот уже скоро много лет это делаем. Мы регулярно, мы, откровенно скажем, не по плану, а вдруг приходит время такое, когда мы говорим, так, давай поработаем сегодня. И мы начинаем пересматривать свои предыдущие записи. И с удивлением, каждый раз, каждый раз, с удивлением мы вычеркиваем сделанное каким-то образом, то, что мы спланировали, то, что мы пометили себе, маленькие дела, большие дела, еще более большие дела. Большая часть из этих дел каким-то образом становится реализованной. Удивительное дело. Нужно обязательно все записывать. Нужно обязательно найти себе единомышленника, с которым ты мог бы быть абсолютно откровенным и вместе, вместе планировать свое будущее. Вместе ставить какие-то ориентиры, определять какие-то горизонты и двигаться куда-то. И все записывать. И потом, периодически пересматривая это, понимая, что вот это была фигня, это было, это совсем было не надо, а вот это вот надо было, и вот оно сделано, выполнено. Удивительно, сколько вещей реализовывается, как бы само собой, если просто ты записал это. Пробуйте, начинайте это. Если вы этого не делаете, то вы допускаете в своей жизни большую ошибку. И вот как-то в последнее время, несколько лет мы стали, мы стали, опять же, чисто практическим путем. Конечно, это откуда-то пришло, из книг, из каких-то тренингов, в голове. И, в общем, мы вывели себе, что нужны такие основные элементы жизненного успеха, элементы жизни своей, значит, блоки такие, основные, вот по этим блокам ставить цели. Тогда все будет как-то систематизировано и приводить к нужным результатам. И я вам хочу сказать, что вот, например, совсем недавно мы пересматривали опять свои цели, дополняли новые, ставили. И это очень просто делать, когда ты понимаешь, что идет от жизни, но в то же время ты ориентируешься на какие-то вот важные вещи. Что я имею в виду? Ну, первая часть, первый кусок жизни – это духовная жизнь, дух, душа, вот состояние нашего внутреннего мира, внутреннего «я», вот у нее всегда покой в душе, а у меня терзание, борьба, поиски, страдания от того, что что-то не реализовано и так далее. Но мы определяем, вот представьте себе, что красный или зеленый свет, красный – это свет тревоги, опасности, а зеленый – это свет мира, покоя и удовлетворенности. И вот этим цветом мы определяем, как на светофоре, мы определяем состояние той или иной области нашей жизни. Ну, духовная сфера, например, какие мысли тебя беспокоят? О чем ты думаешь? Что в памяти твоей крутится? Какие эмоции ты переживаешь в этой жизни? Есть ли у тебя мир, гармония в душе? Понимаешь ли ты, что двигаешься в самом главном направлении? Понимаешь ли ты, что ты с Богом, или ты безбожник, или ты весь в грехах, и ты терзаешься, и так далее, и так далее? То есть, первая часть – духовная составляющая, душа наша. Какого она цвета? Красного, желтого, зеленого. Я вчера спрашивал у своих близких, как вы считаете? Моя жена говорит, что у меня зеленого цвета. Зеленого цвета значит хорошо. А если у тебя желтого или красного, то надо что-то делать. И тогда ты понимаешь, что тогда есть над чем подумать. Ты имеешь какую-то цель, и тогда ты можешь что-то делать конкретное. Ты записываешь – сделать это, сделать это, сделать это, и так далее. Вторая часть – это здоровье физическое. Потому что нет ничего важнее физического здоровья. Если нет здоровья, то уже вообще ничего не надо. Лежишь пластом, тебя тошнит, и тебе плохо, и у тебя… Ну, а что я рассказываю? Кто не болел? Поэтому над здоровьем надо работать. Тот, кто этого не понимает, тот полный балда. Я в свое время, по молодости лет, прокуривал, пропивал и проматывал свое здоровье, даже не задумываясь об этом. Просто не знал, что надо об этом заранее побеспокоиться. А потом, благодаря сетевому маркетингу, я стал понимать, что правильное питание, правильный режим жизни и так далее. Какие-то вещи, плавание, утренние прогулки, бег в спортзал и так далее. Ну, какие-то вещи, которые ты делаешь для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Вот если здоровье есть, то, слава богу, зеленым цветом это все горит, то тогда нужно оставить все как есть. Только, может быть, теннисный стол купить, или, может быть, тренажерный какой-то, тренажер купить какой-нибудь там и так далее. Или начать в зал ходить, или пищевые добавки какие-то купить, или косметику какую-нибудь прикупить новую, или еще что-нибудь. Второе, третье, это, значит, вторая сфера здоровья. Третья сфера – это материальное благополучие. Бизнес, работа твоя, вот такой блок большой, дело твое. Самое большое страдание приносит людям сегодня, в данный момент, большинству из нас, это дефицит денег, долги, неудачный бизнес или нелюбимая работа. Но я про работу вообще не хочу говорить, потому что это не моя сфера. Я говорю только о бизнесе, о доходах, о прибылях и об успехе. И здесь вот постановка цели, вот ты ставишь себе цель сделать там бриллианты или сделать там еще что-то тогда-то, что для этого надо делать. И вот по этим блокам двигаешься, и у тебя вырисовываются цели. Если ты весь в долгах, если ты три года в сетевом маркетинге бьешься, и у тебя ноль-ноль долги, ноль-ноль, то это красным цветом кричит этот пункт. У тебя бизнес не в порядке, материальное благополучие страдает, ты маме даже своей не можешь на день рождения букет роз купить как следует, потому что ты никто, понимаешь ты. Давай, напрягайся, записывай, двигайся, делай что-то. Бизнес. Ну и еще я бы назвал там безопасность, например, там все что касается безопасности. Это можно связать с семьей, с семейными взаимоотношениями, что нужно сделать там, дети как у тебя, как родители, как ты сам, как взаимоотношения с мужем, с женой. Что надо сделать для того, чтобы детей туда-сюда продвинуть, помочь, поддержать, укрепить семью и так далее, и так далее. Вот душа, дух, духовная жизнь, физическое здоровье, материальное благополучие, бизнес, семья и безопасность. Посмотри, какого цвета, сядьте и посмотрите, какого цвета у вас эти сферы жизни. Если все благополучно и вы видите, что вы там предпринимаете какие-то шаги, то тогда вам будет легко. А если красным цветом, ну тогда надо напрягаться, тогда надо напрягаться и какие-то цели перед собой ставить, двигаться куда-то. Вот так вот. То есть от простоты, но от реальной жизни, от потребностей твоего реального существования сегодня, и от обстоятельств, которые тебя окружают, нужно двигаться и планировать какие-то действия, ставить какие-то цели, желательно амбициозные, конечно. Не надо ограничивать себя ничем. Заработать 3 копейки любой может. А вот помочь многим людям, но в то же время надо быть реалистом. Не надо излишне хорохориться. Я так думаю. Желаю вам удачи. Может быть это вам поможет. До свидания.